Сейчас я хочу к вам опять обратиться с серьезным словом, потому что люблю вас. И как и Бог любит нас, поэтому Он серьезно к нам относится. И Слово дает нам очень серьезное всегда. Очень хочет видеть вас рядом. Поэтому Он напоминает нам даже о том, что такое время, которое нам дано. Как мы относимся ко времени, которое нам дано. Может быть, мы не задумываемся просто об этом даже. Но время, это очень интересно, это то, что нам дано как драгоценное, потому что это наша жизнь. Вот Иисус сказал, у Матвея записано 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей победит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Задумывались ли вы над этими словами? Задумывались ли вы над тем, что время — это ваша жизнь? Нам Господь определил каждому свое время жизни. И каждый прожитый час — это прожитая ваша жизнь. Вы понимаете, отданный час жизни — за что? За что или чему? Вот просто кусочек вашей жизни взяли и отдали. Кому? За что? Для чего? Потеряли или приобрели? Кусочек жизни. Мы не дорожим временем. Мы думаем, ну подумаешь, потратил час. На какой-то пустяк. Подумаешь, потратил два часа, десять часов. Потратил жизнь. Просто так. То есть, на что ты потратил свое время, ты должен подумать. Ты приобрел что-то или потерял? Если вы это не осознаете, вы не станете дорожить вашими часами. Думали ли вы о том, что за все, что вы имеете, абсолютно за все, вы платите собственной жизнью? Потому что платите временем. За любое приобретение вы платите временем, а время — это жизнь. Человек думает, что он расплачивается деньгами. Нет, вы не расплачиваетесь деньгами. Вы расплачиваете собственной жизнью. Потому что для того, чтобы приобрести эти деньги, вы тратите время, а это жизнь. То есть, получается, что мы вымениваем деньги на нашу жизнь, на нашу душу. И это система Земли. От нее никуда не деться. Это система Земли. Мы живем по этой системе. Поэтому за все платим и расплачиваемся собственной жизнью. Даже за приобретение знаний. Вы платите временем, правильно? Значит, жизнью. Какие знания приобретаете? За что вы заплатили свою душу? За что заплатили кусочек своей жизни? Стоящее или не стоящее? Каждый человек сам определяет, стоящее или не стоящее. То, на что он потратил свое время, то есть свою жизнь. Стоило то, на что вы поменяли уже большую часть своей жизни. Стоило то? Пересмотрите. Это единственная валюта, за которую продает все этот мир. Это ваша душа. За душу вашу. Все продается в этом мире. Потому что все продается за время. Но человек, к сожалению, об этом не думает. Живет беспечно. Растрачивает свою душу. Потому что растрачивает свое время. Иисус спрашивает, какая польза человеку? Если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Я думаю, мы как-то иначе рассматривали это место. А сейчас посмотрите серьезно. Как Иисус мог сказать? Он говорит всегда глубоко, широко. В высокой. То есть в объеме. Если вы сейчас задумаетесь над этим вопросом. Некоторые говорят, ну как это, какая польза? Весь мир приобрести. Знаю. Это же почет. Это знаменитость. Это финансы. Но ты же за все это заплатишь своей душой. Что может сравниться временное с вечным? Однажды дьявол хотел купить душу Иисуса Христа. Помните? Он дал ему большой выкуп. Он говорил, все царства мира. Вот как написано у Матфея 4, 8, 9. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору. И показывает ему все царства мира. И славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне. Казалось бы, ну, все предлагается тебе, да? Цена — это твоя душа. А сколько продаются за меньшую цену? Сколько продаются за мелочи? Душу свою продают за мелочи, потому что тратят на это свое время. За ничего не стоящее ничего. Тратится душа. Подумайте. Мы ничем не можем выкупить свою душу. Ничего не можем дать. Потому что душа настолько драгоценна. Здесь такой валюты нет, за которую можно ее купить. Мы не можем выкупить себя. Поэтому Господь Сам отдал Свою жизнь на этой земле, чтобы выкупить нас. От человека только и делает, что продается. Меняет. Свою душу на что-то временное. Свою душу на что-то временное. Я не говорю о том, что уже и так необходимо. Даже то, что мы приобретаем для нашей жизни, необходимое, мы тоже платим своей душой. Но это необходимое. Я говорю уже о том, где вообще растрачено, ни на что. Всякое приобретение вы уплатили своей жизнью. За всякое. За все, что мы имеем. Но стоит или не стоит. Всегда думайте, стоит или не стоит за это платить. Своей душой. Польза это или не польза вам, для вечности. Вот знаете, есть такая притча. Иисус говорил, Лука 12, 19, 21. Вы помните про этого богача, который разбогател, урожай у него был богатый. Он настроил себе житницу, насобирал всего и говорит. Душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Всю ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. Безумный. Бог называет это безумием, когда ты собираешь сокровища на земле. Платишь своей жизнью, своей душой. Но не в Бога богатеешь. Бог не говорит, не работайте. Это понятно, что надо работать, что надо жить на этой земле. Здесь говорится о том, что накопление, излишки. Пустота этого мира. Тоже продается за вашу душу. Нужно подумать об этом. Нельзя служить мамоне и Господу. Не получается. Когда начинает человек служить мамоне, это равносильно, что он этому духу мамоне продает свою душу. Мы там судим. Продала свою душу. Продал свою душу актер, актриса. Это по-крупному. А скольки продают свою душу по мелочи? Подумали? Подумайте. Никто не может служить двум господам, говорится Матфей 6.24. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Вы знаете, что мамона имеет свое воплощение. В виде чувственного капитала. Это золотой телец. Это зеленая бумажка. А для некоторых это даже приобретение человеческой мудрости. Мамона — это сирийское божество, которому поклонялись. Он был покровительством богатства. Земных благ. Деньги, имение, слава, почести, удовольствия, наслаждения. Все, что привязывает человека к земле. И заставляет себе служить. Но за это плати свою душу. Посмотрите. Посмотрите на себя. На что вы тратите время. Вы рабы Бога или мамония. Я вам показываю, что не обязательно только деньгам. Если вы строите свое будущее на славе человеческой. Тратите свое время на временное приобретение. Человеку не свойственна двойственность. Он не может служить двум господам. Это сказал Иисус. Матфея 6, 19, 21. Он это сказал. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют. И где воры подкапывают и крадут. Но он сказал, где собирать сокровищ на небе. Но собирайте себе сокровищ на небе. Где ни моль, ни ржа не истребляют. Где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Где сердце наше. Мы можем сидеть здесь телами, а где наши сердца. Там, где мы богатеем. Там наши мысли, там наша душа, там наше сердце. Вы понимаете, что мы платим своей жизнью. За все, что мы приобретаем. На что тратим время. Всему, к чему мы прикладываем нашу душу. Всякое увлечение человека, оно тоже требует времени. Значит, и на это ты тоже увлечение тратишь свою душу. Подумайте об этом. Значит, продаете свою временную жизнь. То, что дано вам, где вы можете обогатиться на будущее. Вот для того, чтобы Бога познать. Для того, чтобы Бога познать. Для того, чтобы познать небеса. Для того, чтобы близость с Богом приобрести. Тоже надо потратить время. Но это время не продано. Оно отложено в небесный банк. Вы не продали свою душу. Вы потеряли время. Вот интересно, парадокс. Вы потеряли время, вроде потеряли и заплатили за своей душой. Но на самом деле вы приобрели. Вы приобрели для вечности. Поэтому это не потеря. Понимаете? Иисус говорил, кто хочет сохранить свою душу, потеряет ее. Когда мы временным платим за вечное, мы не теряем, мы приобретаем. Можно в Боге богатеть. А можно здесь, разбогатевшись, обнищать полностью. Но вы можете быть вечности здесь, на земле, и быть полностью плохим. Приобретение вечного, не потеряя. Я напоминаю вам об этом. Потому что нет никакого сравнения временного с вечностью. Посмотрите, как говорит Павел. 1 Тимофея 6,19 Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни, есть основание для будущего. Те, которые богатеют в Боге, те, которые собирают сокровища на небесах, имеют основание для будущего. Мы иногда, ну, это человеческое понятие вот здесь, на земле. Мы хотим иметь основание для будущего наших детей, копим. В банках, везде, где можем. Кто-то вкладывает в квартиры, и в богатство какое-то, в золото. Но Бог говорит, безумец. Завтра заберу душу. И что? Что с собой заберешь, человек? Ты все потерял. Но когда ты имеешь основание богатства на небе, ты воистину обогатился, скольки продали свое время, заплатили высокую цену за ничто, за ничтожное временное благо, скольки уже обонищали. Как мне хочется, чтобы вы богатели. Как мне хочется, чтобы вы не были нищими. Воистину богат тот, в котором живет Бог. Как сказал Павел, помните, мы нищие, но всех обогащаем. Ничего не имеем, всех обогащаем. Потому что это истинное богатство. Потому что это истинное богатство. Итак, но Бог сказал ему, безумный, безумный, всю ночь заберу тебя, и ты ничего с собой не возьмешь, если ты решил обогатиться на земле. Я хочу, чтобы просто вы задумались, не для того, что я говорю, не ходите на работу, но пусть работа не станет вашей мамоной. Сколько часов человек провел на работе, столько часов в жизни своей души он заплатил этому миру. Столько отправил на счет этого мира. А сколько часов в это время он потратил на Бога? Сколько часов ты приобрел, потратил, чтобы приобрести? Запомните, человек все расплачивается своим временем за все. За наш быт, за наше удовольствие, за наше знание. Своей душой платим. С счета нашей жизни. Платим. Хочется это напомнить. Есть такая поговорка в этом мире, что время — это деньги. Это ложь. Время — это не деньги. Время — это ваша жизнь. Запомните. Это ваша жизнь, которая потрачена на приобретение денег. Время — это ваша потраченная душа. Или проданная, или приобретенная. Подумайте сами. Есть только одна валюта. Это ваша душа. Другое — ничего здесь не действует. За все платим душою. Итак, все, что вы отправляете в этот банк, в этого мира, в свою душу. Банк этот уже обречен на банкротство. Все потеряно. То, что вы отправили в небесный банк, от нас вы получите. И еще приумножится, как говорит Господь. И еще приумножится. Тот, который отправил туда, еще и приумножится. Вы отложили в вечность. Вот знаете, в Псаломе есть такое, 48, 17, 21. Давид говорит, не бойся, когда богатеет человек. Когда слава дома его умножается. Ибо умирая не возьмет ничего. Не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Не бойся человека, который богатеет в этом мире. Что значит? Не почитай. Бойся, здесь слово означает не почитай, не поклоняйся богатству человеческому. Не бойся, когда женщина становится рим, это значит, не обожать их. Не обожать людей, которые становятся римы в этом мире. Человеку свойственно. О, это миллионер. Не надо. Он беднее вас всех, потому что вы богом богатее. То, что почитает этот мир, оно непочитаемо в небесах. Если мы небесные граждане, мы должны жить по законам неба. Мы должны понимать, что почитаемо воистину. Я очень призываю вас подумать об этом. Не тратьте свою душу. Не продавайтесь. В ином случае не судите тех, которые официально продали душу свою. Они продались за славу великую. А вы можете продать за что-то маленькое, ничтожное, и вы наравне. Потому что душа продана за благо земли. Сатана покупает. Покупает души. Не продавайтесь. Лучше приобретайте для неба. Погатите в Боге. Псалом 102, 15-16 говорится. Дни человека, как трава. Как цвет полевой. Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Поэтому я призываю вас, дорожите временем. Точно так же, как вы можете дорожить своей душой. Потому что время это ваша душа. Это отведенная вам жизнь. Не теряйте жизнь. Не продавайте жизнь. Не покупайтесь на благо этой земли. Боготейте в Господе. Тратьте время на вечное. Имейте основания для Царства Божьего. Господь предупреждает нас об этом. Потому что Он так смотрит на Свой народ и думает, как больно, что они неразумны. Сказал все им, дал все им. Предупреждения. Они неразумны. Растрачивают. Самое драгоценное, что у вас есть. Не то, что в коробочке прячутся, а то, что в вас носится. Ваша душа. Будьте благословенны. Если услышали, начните обогатиться. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Субтитры подогнал «Симон»